Открытие российских границ для граждан Армении положит начало рекордной эмиграции из Армении в Россию, как передает Канал-13 об этом вестнику Кавказа, сказала депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Наира Заграбян. По ее словам, 1 февраля утром она специально съездила в Ереванский аэропорт Звартноц, чтобы понаблюдать за тем, каким будет пассажиропоток в Россию. Как депутат хотела посмотреть, какая там ситуация, и вы не представляете, насколько она накаленная. Берут билеты в одну сторону – в Москву. Такого ажитажного спроса на рейсы в Россию никогда не было. Армению ожидает самая большая миграция за последние 30 лет. Даже в 90-х годах прошлого века такого не было, сказала Заграбян изданию. Причинами подобной рекордной миграции Заграбян назвала, во-первых, война, во-вторых, армяне уже не чувствуют себя в безопасности в своей стране, в-третьих, и это самое главное, экономическая ситуация в Армении слишком тяжелая. Люди сейчас боятся, что сообщение с Российской Федерацией может опять прерваться. Ко мне, как к депутату, обращаются очень многие сограждане с просьбой поговорить с российскими коллегами, чтобы 1 марта граница не была закрыта. Судя по общей атмосфере, в Армении будет попростой демографический кризис, обратила внимание депутат от предсветающей Армении. В качестве примера того, какова ситуация, Наира Заграбян рассказала об одном из обращений к ней. Ко мне вчера вечером обратился гражданин Армении. Говорит, я не могу заплатить за билеты полную цену, вы можете договориться с летчиком, чтобы меня и мою жену зайцами пустили в кабину бортпроводников за половину стоимости билетов и перевезли в Россию. Мне больно такое слышать и видеть, признала она. Только 1 февраля из Еревана улетело в Россию 6 рейсов, из которых 4 в Москву. В Минводы первый рейс улетел в 7.55. Это национальная трагедия. У многих наших граждан уже были билеты, но у них тест на коронавирус оказался положительным и только представьте себе, что потеряли возможность улететь в Россию, подчеркнула Наира Заграбян. Отметим, что по информации МВД России, за прошлый год российский паспорт получили более 30 тысяч граждан Армении. Такие данные содержатся в отчете «Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года с распределением по странам и регионам» опубликованы на сайте ведомства. По этому показателю Армения лидирует среди стран Южного Кавказа.